Здравствуйте, это телекомпания ИК-2 И сейчас, собственно, мы возьмем интервью нашего начинающего рэпера Павла Ерешко Первый сектор я написал в 16 лет На уроке подвозди себе наркотик В 16 лет? Да Ты ложишься поздно спать, закрываешь свои очи Он придет к тебе опять, тот зловещий дьявол ночи Пока наш герой не захлебнулся в потоке мыслей Я задам еще один вопрос Все-таки расскажите нам, Павел Кому адресован ваш клип, ваше новое творение? Скажу честно Положаю руку на сердце, скажу честно Что делаю это все для себя Американцы просто обзавидуются Расслабиться и насладиться Даже я не прав, но я отставил свое мнение То есть я крутой Блин, а ведь я сегодня с живой девушкой разговариваю Как бы при съемочном глупо, совсем другие люди становятся Кто ноет? Кто ноет? Я тебе еще раз говорю, выбирай вооружение Я тебе еще раз говорю, выбирай вооружение Ну что, уважаемый Кирилл Юрьевич Сейчас мы продемонстрируем вам свое творение Так, что это? Со временем моего отсутствия возникла настоящая декорация Никогда не угадайте из чего? Нет Это кабинки для выборов Да, для выборов Что меня больше всего порадовало Они самостоятельно дошли до того, как поставить им свет То есть ребята, в общем, мыслят в правильном направлении Со светом, вот типичный пример Правильно ведь поставили? Да Экран покажет Ладно, давай Да, в принципе, роль Кирилла Юрьевича можно здесь оценивать Именно как роль некого, в первую очередь, вдохновителя Идейного вдохновителя С кем поведешься, от того и наберешься Что тут сказать? Интересно Здорово, Мишаня Здравствуй, здравствуй Что, письмишко читаем на свежем воздухе Да, представляешь Получил письмо Вчера любимое написала? Да, нет, нелюбимое Нелюбимое? Нелюбимое Не то, что нелюбимое, незнакомое даже Незнакомое? Незнакомое, нелюбимое, ни разу Екатерина мне незнакомое написала, представляешь, пишет Да ты что? Ну, писала мне уже одно письмо тогда я не представился я не знаю смысле не знаю я не знаком с ним пишут говорит молодец там я с тобой держись прям у нас узник совести я не понимаешь немножко даже в растерянности я понимаю чтобы я знал еще я много-много повидал в принципе на своем заказке веку ну что такое нет можно до этого знала музычку моя слушала там еще что-то скорее всего так может фанатка скорее всего давние одно другому не мешает то есть девочка пока он слушал эту музыку потом бах смотрит моего кумира посадили и все у нее хлестануло надо наверно открытие ну как такое письмо хорошее бодрящие надо думать ведь я конечно ответить надо по-любому ладно это все лирика короче ну это интересно и короче пока работать но бы к этому еще вернемся естественно держать в курсе вы знаете где гости которых мы вызывали приехали вот и встретились ну журналистов да ты короче еще вроде ни разу да не допрашивает вот мы проявим такую прыть такую наглость формат съемок который мы проводим опыт разумевает именно максимальное приближение к реальности к нашей реальности какой бы она ни была юля львова достаточно известная в нашем городе журналистка я достаточно часто вижу ее репортажи по местному телевидению и в тот день когда они к нам приехали я просто задался целью поставил перед собой задачу я по-любому должен взять на нее интервью по-любому все хорошо спасибо вам спасибо здесь скажем так совсем все просто на самом деле чем молодые парни сидят вполне предсказуемой реакции на молодую женщину девушка пришла снимать спрашивает задает вопрос юля подскажите нам пожалуйста вы в первый раз делаете съемки местах лишения свободы честно да она не в моем вкусе приехал бы мужик было бы то же самое взял бы интервью уехала приехала девушка взяла интервью уехала то есть не знаю все проходило достаточно профессионально но вечером когда я все-таки сел на свою кровать уставился в телевизор увидел ее лицо взялся за голову и подумал блин а ведь если не живой девушкой разговаривал да мы столкнулись с такой проблемой то есть аудиозапись мы ни разу не делали здесь в том числе и решили воспользоваться старым моим пультом тоска вам никто знает как он работает оба нам уже не закрываешь на скотч на скотч просто мы включим музыку тебе наушник удивишь ты будешь читать чисто вот микрофон я действительно имею представление побольше чем он как бы с техникой у него не хватает именно тех познаний в принципе у большинства у нас здесь всех то есть короче узнать чего хочет он не знает как это делать опять же добрый милый скотч нам поможет вообще во всем поводу сергея скажу вам честно пока его здесь нет не нравится я шучу конечно по поводу сергей у нас очень часто проходит это эти одно скажу упорство и упрямство это разные вещи среди вы упрямый молодой человек получается такие творческие разногласия спор он остро реагирует на то что его поправляют или пытаются чему-то учить а эти споры наоборот подзадоривают вот они начались и первые капризы звезды блин его не надо без мантова не раз начинаешь думаешь почему и предлагать если берет после всего я хочу убить тебе у нас микрофона нету ладно так поговорить а так поговорить как дебил чулка поделись на почему-то старше сидит короче пацаны здорово робцаны ну блин шумно тут у вас в студии ктв знаете да вот короче нам нужна вот такая штука прибор называется стадикам пришла в голову идея сделать свой собственный стадикам тут на это надо обратить внимание то ли подшипники нужны то ли что-то в этом роде то кстати придумался в америке жда впервые по моему придумали да вот американцы просто обзавидуют круто не вижна влетит как если с ней потренироваться можно вообще полеты снимать ну мы завтра будем все заранее благодарим надеемся и верим на чьё я думаю слышь можно как бы с тенями снять какие-то эпизоды где я пришла прямо скажем не ко мне полу нет никто повесили на скрепке все чё мудрить может красный сделал света пах а еще новый фильтр вырезал матовый а а смотри чё на него смотреть надо попробовать а в роман ты это сядь ровно и руками не размахивай может хоть минуту спокойно посидеть могу не так просто четче только включил запись он на вайер там тебя махать сиди спокойно борис разошелся так чего же дать тихо давайте поаккуратнее с борисом а так они попадают в этот мир ну павел он такой как бы человек творческий то есть у него такая сильно такое глубокое воображение такая большая фантазия то есть и конечно он порой упускает эти технические моменты не будет понятно что это вообще стоит это снимет общая картина с этого боку снять ну не просто стол вот почему я говорю что нет у вас порядка у вас ничего не расписано чё вообще мы снимаем зачем мотор съемка только будет говорить более ты ты у нас очень много говоришь в последнее время предоставляй спасибо процесс конечно у нас не очень подготовлены так что пера снимали поэтому как бы действуем так можно сказать наобум снимаем то что придет в голову там данный момент давай все снимаем ну что-то все-таки мешает мне расслабиться и насладиться этой красотой быть может в этом вся причина давай переходи туда давай то же самое оттуда только давай сейчас переоденусь когда из импровизации снимать там какой-нибудь репортаж или короткий сюжет это я понимаю но когда какую-то большую работу делать не имея никакого плана не знаю не знаю слушай ну чё ты сейчас-то сумею слова ну чё ты где-нибудь были раньше смысл за воплево ты выбирай выражение пожалуйста что ты можешь применить кто ноет я тебе еще раз говорю выбирай выражение был такой немножко хаос в нашей работе ну изначально мы начали снимать его так-то немножко неправильно то есть нужно было сделать что нужно было составить план мне наплевать по сути на результат я просто выполняю свою работу я выполнил свою работу понимаешь твое мнение здесь вообще не учитывается я делал свою работу какую именно свою еще раз тебе сказать садишь за чистотой или чё какая твоя работа в чем она заключается я не обязан тебе давать в этом отчет может заткнетесь как человек не может понять то что просто все все хватит уже саша хватит тебе поговорить не с кем что я просто отвечаю огнем все не надо отвечать так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность ну-ка читани лекцию им ребята это касается нашего заключения своим оценивающим и холодным взглядом я попрощу в сторону и он одновременно повторяет все со мной я резко делаю обратное движение с целью создать его образ дальше ты че отмотай посмотри на что у нас Павел так сказать он даже немножко был такой момент что он не то чтобы отчаялся он наверное перестал нам верить работают на камеру специальные такое ощущение надо как-то кому-то определиться это не так это не так как бы при съемочной группе совсем другие люди становятся Борь и так я вообще думаю больше всех больше всех пожелтых что-то самый умный что-ли тоже там какими-то поправками своими умными лезет что Саша там влез надо сценарий там написать я немного потерплю и выскажу на своем глаза может защитная реакция какая-то самозащита организму который действует помимо моего сознания помимо моего я иначе хочу еще пару кадров как бы вот какую-то рубашку поприлично найти галстук зеркала нормальный вид галстук зачем не знаю просто так мало похож на человека ты видел меня в костюме вообще строгом если ты хоть один раз в жизни увидел меня строго в костюме ты не сидел бы в тюрьме Борис ты бы отдумался начал вообще правильный образ жизни пошел бы учиться пытался бы стать таким как я ни разу в жизни я его галстук не носил в детстве в садике бабочку мама насыпела его и все близне, но он не такая нормальная только с блестками Борис вернулся ну че ты на идиота похож на галстук пришел ты покурить не мог пять минут подольше что ли ты в лес развяжение могу самый главный критик пришел раскритиковал не надо эти клетчи ты че ты не лучше бы он клетчат мне кажется одел Борис ты не только критик но ты еще и дизайнер оказываешься он что-то понимает у него есть короткий вкус лучше пускай клетчат его одеть а вы пересидели просто че деваться ты смотришь думаешь такой ой я приличный ты выйди за ворот и тебе скажут че за бомза где бутылки тебе оставил фендер фу Боря знаешь че я тебе хочу спросить ты своего Мишу то работничка нового хорошо знаешь вообще короче чувачок то наш оказался непростой парень то у нас оказывается деятель шоу бизнеса ни много ни мало просто он мне порассказывал что ну я как бы представление сейчас имею что он вообще сейчас из себя представляет а так то мы многое получили в его лице в некоторых кругах там в своем каком-то микромире был да достаточно известно у нас группа была занимались выступали люди знали ценили всю эту движуху клипмейкерскую знает то есть это вообще то что нам сейчас надо будет монтировать ну все так и будет монтироваться все куда вот сейчас мы наверное увидим первый в мире тюремный стадикам привет че мы за этих стадикам это образец да а вот этого уже спасибо большое за сотрудничество сейчас мы стали свидетелями исторического события то есть был создан первый в мире тюремный стадикам ребята глаз глаз наша мечта ну-ка дай ее сюда точная копия точная опа теперь нормально почти надо будет его разработать С волей мне девушка прислала диск со своими песнями тут послушать. Интересно, никогда не занималась, а тут сразу. Я ответил, написал, да, мне, конечно, приятно, такое внимание, такое стремление помочь. Чего видит твой, что тебя король, помни, ему дана главная роль. Знаешь, я поняла, что главную вещь близки, те, кто рядом куда живет, собак нам близки, те, кто рядом с земля, не нашли. Заключить можно, перед меня словами. У тебя ждем, любим, скучаю. А хорошо получилось. Не ожидал же даже, что именно так будет звучать. Выросло какое-то уважение к ней, как человек, который чего-то хочет, берется, и в итоге получаются хорошие вещи. У меня такое впечатление создалось, что... Ну, как сказать... Ну, это, наверное, грубо, что ли, будет звучать, но мне не нужны те чувства, которые у нее ко мне. Незадолго до приговора... Вы официально расписались? Официально женаты, да. Мы предполагали на более чем... На 90% были уверены, что окажусь здесь. Да, хотели, конечно, чуть позже, но обстоятельства вынудили. Она сильная девушка, достойная. Ну, да. Соскучился? Соскучился, говорю. Ну, как? Вот-вот, вот сюда подойди. И тут нормально. Начал работать вместе с ребятами, узнал суть, что хотят добиться, что уже готово. Участвовал в съемках. Мы посетили много интересных мест, которые изначально не планировали посещать. Что-то не знаю. По-другому немножко представлял этот бункер, убежище это. Думал, что там как-то коридоры, тоннели. А оказалось, немножко более просто. Обычные комнаты, туалеты, правда, все старое и очень атмосферное. Вот, наверное, на фоне этого запекшегося пятна крови, да? Как бы вот так буду это, идти. Можешь прямо через них вот так вот пролезать в камеру. Чужой, опять. И ты в конце. Сергей, как сложится моя дальнейшая судьба, лицо мне ярко-ярко осветило оно. Такого лучом надежды, хорошо, Сережа? Роман. Получилось много, большой довольно видеоряд. И из этого видеоряда я уже начал работу с монтажом клипа. Из этого всего только 4 минуты нужно осталось. Ну, я разговаривал предварительно, он сказал, что занимался этим на свободе. Конечно, там было много разногласий, споров и прочее, прочее. В принципе, если бы позволяла техника еще, все получилось бы еще лучше и еще быстрее. На баннере лозунг написали «Не все наркоманы, но все наркоманы и люди». Скажу честно, я, конечно, название этого лозунга «Увидел по телевизор, было чувство». Ну и дальше в футбол плане. Тут разделено на несколько итаков, после которых этапов будут песни. Эта лекция будет прерваться и песни. С Михаилом? Ну, познакомились мы с ним в клубе, случайно. Больше мы с ним не встречались. Как говорится, любовь с первого взгляда, наверное. Я-то надеюсь, конечно, на ответные чувства, но не знаю, как получится, каково ему сейчас там. Три-семь лет, но он выйдет, и у нас все получится. Знаете, что Михаил женат, и у меня есть жена. Это правда. Я вас не обману. Ну, этого я не знала. Ну... 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 Добрый вечер. Совершу хочу извиниться за предоставленное нам удовольствие в связи с долгими ажинами, питчатом цели. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы провести антинаркотическую лекцию. Но это не совсем будет обычная лекция. Мы взяли на себя смелость и немного разбавили ее песнями. Сюжет, который также касается сегодняшней темы. От дырмы, суммы и наркоты не зарекайся. ПЕСНЯ Никаких сомнений у меня уже не осталось. Волнение, конечно, есть, как без него, но волнение приятное. Но сейчас уже все начнется, все разрешится. Ну что, парни, наше сегодняшнее антинаркотическое мероприятие медленно, но верно приближается к своему эмоциональному концу. Ну, а на сладкое мы оставили вам этот клип. Плод творчества нашей студии КТВ и, конечно же, работников клуба. Не судите строго. И все внимание на экран. Почти что половину жизни своей Пробыл в холодном черно-белом сне. Как с обе стороны живых людей Я прятался, скрываясь в наркотическом тумане. Но сильный ветер обстоятельств и неизбежных жизненных проблем Меня вернул назад. И я, очнившись, посмотрел на этот мир Другими грязными глазами. Как здесь светло, просторно и прекрасно. Но что-то все-таки мешает мне расслабиться. Я, конечно, всего ожидал. Сейчас я в очередной раз убедился, что люди, поставленные в какие-то экстремальные условия, порой творят чудеса. В данный момент я испытываю очень глубокое чувство радости. Обстановка на съемочной площадке была непростая, творческая. Сказать честно, я полностью не удовлетворен. Я не могу на этот клип взглянуть как-то со стороны, оценить его. Несмотря на все наши какие-то трения, все равно мы добились общего результата. Имея в виду, что это делали непрофессионалы в абсолютно ограниченных условиях, это поступок, это событие. Ну что ж, не так уж все и плохо. Жизнь продолжается. И все зависит только от меня. Как сложится моя дальнейшая судьба. Жизнь продолжается. И все зависит только от тебя. Как сложится твоя дальнейшая судьба. В колонии это не просто клетка. Это, ну, будем говорить, небольшое государство, в котором даже есть свой зоопарк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И погранили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот бутылка, выход 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА